В моих руках когда-то очень популярная, да и сейчас, в принципе, тоже довольно популярная микросхема усилителя мощности низкой частоты ТДА-2030. Эта микросхема достаточно долгие годы являлась мегапопулярной, применялась как в промышленности, так и радиолюбителями для постройки усилителя мощности низкой частоты. Работает она в классе А-Б, является монофоническим, корпус классический ТО-220, если память не изменяется индексом Б, выпускается с пятью выводами. Существует очень много модификаций, всяких разных схемотехнических решений, мостовая схема для удвоения выходной мощности, есть вариант также с дополнительными силовыми транзисторами, в данном случае уже микросхема как бы является драйвером. То есть, очень много способов увеличения мощности, очень много всяких разных топологий, схемотехнических решений. Существуют более мощные аналоги, например, ТДА-2050. Данная же микросхема при питающем напряжении двухполярной 18 Вольт максимальную мощность на нагрузку в 4 Вольт может отдавать порядка 24 Вт. Но в таком режиме нежелательно ее эксплуатировать, лучше вот именно в пределах 14-18-20 Вт. Но речь идет о чистой синусоидальной мощности, это такая хорошая мощность, и этого достаточно для, допустим, небольшой квартиры. Даже для достаточно большой. То есть, звучит она действительно громко и, в принципе, хорошее качество звучания. Именно по этой причине данную микросхему очень долгое время использовали и сейчас. Используют в промышленных аудиосистемах 2 в 1, 3 в 1, 5 в 1. С ремонтом все просто. Выкинули микросхему, поставили новую, очень простая обвязка, универсальная, стоит копейки. Можно найти в любом радиомагазине эту микросхему. Значит, прямое предназначение, она разработана именно в качестве усилителя мощности низкой частоты. Но если вы откроете некоторую техническую, некоторую документацию на данную микросхему, то увидите, что это не что иное, как операционный усилитель. Операционный усилитель имеет два входа, один выход, ну и питание. Но, в отличие от обычных микросхем операционного усилителя, данная микросхема у нас обладает очень мощным выходным каскадом. По факту усилитель по току. Там два транзистора установлено. И ток этого выходного каскада производителем заявлен около 3,5 А. То есть у нас в руках, по факту, операционный усилитель с выходным током 3,5 А. Определенный именно частотный диапазон имеет, питающее напряжение. В случае, если это однополярное, то 36 Вольт. В случае двухполярного, максимум двухполярное 18 Вольт. То есть практически на данной микросхеме можно собрать все те конструкции, которые доступны для обычного одноканального операционного усилителя. Ну, в данном случае, кстати, я еще вам покажу схему лабораторного блока питания. Да, лабораторник тоже можно собрать. Притом в обвязке будет минимум комплектующих. То есть там нужен нам буквально опорный источник напряжения, переменный резистор и все. Готовый лабораторный блок питания с выходным током до 3,5 А с регулировкой от 0 до 30 Вольт. Можно и чуть-чуть даже больше получить. Ну, любой, в принципе, лимит в пределах разумного можно там установить. Но не нужно забывать, что в данном случае, именно в случае работы лабораторника, это будет линейный источник и микросхема будет нагреваться. Достаточно ощутимо. Максимум, максимальная мощность, которая, в принципе, может эта подложка отдать радиатору, это около 20 Ватт. Поэтому при любых расчетах, при конструировании всяких, ну, можно и чуть-чуть побольше, но это с хорошим там охлаждением, если имеется хорошая там термопаста и так далее. При конструировании любых схем учитывайте именно этот момент. Сейчас же я вам намерен показать схему простой мигалки на базе этой микросхемы. Казалось бы, для чего нужна мигалка? Проще не бывает, как бы, да, можно мультивибратор сделать и, в принципе, ту же самую мигалку. Ну, вы, конечно же, правы, но данный вариант имеет особенность. Это очень простая схема и мощный выходной каскад. Повторюсь, ток до 3,5 А, что дает возможность подключать, допустим, сделать реле поворотников, сделать даже звуковую сигналку, какой-то генератор низких частот, даже достаточно, ну, частотный диапазон для этой микросхемы я уже не помню, но можно довольно ощутимо поднять частоту, сделать мощный генератор для, например, охранной сигнализации и многое-многое другое. Вот она перед вами сейчас схема. Эта схема простая, всего лишь несколько компонентов. Здесь имеются компоненты, время сдающие в лице резистора и данного конденсатора, сама нагрузка. Я, как уже сказал, микросхема может работать как в однополярном, так и в двухполярном режиме, то есть с двухполярным питанием. В данном случае у нас питание однополярное, но эту же схему можно и с двухполярным источником реализовать. Здесь мы видим нашу микросхему 20-30, подключение у нее почти стандартное, то есть по питанию, по выходу, вот, выход идет на нагрузку в лице лампочки, плюс 12 вольт, масса общая у нас и 4 резистора, 1 конденсатор. Здесь подключение, так, не было видно. Микросхема подключена как триггер Шмидта, работает это дело очень простым образом. Допустим, при подаче питания, здесь выходной каскад, как уже сказал, внутри два транзистора, допустим, при подаче питания у нас открыт верхний транзистор, который коммутирует плюс, и на выходе у нас питающее напряжение появляется, ну, на самом деле, будет немножко меньше, с учетом потерь на транзисторе, открытом транзисторе. Это положительное напряжение, то есть на выходе у нас положительное напряжение, через вот этот ограничительный резистор у нас будет заряжать данный конденсатор. Ну, здесь время заряда, соответственно, зависит от емкости, от резистора. Значит, конденсатор этот желательно использовать пленочный, керамический, но можно и обычный электролитический, то есть полярный конденсатор использовать, например, электролитический. В данном случае плюс конденсатора вот сюда у нас подключается, минус, понятно, что на минус. То есть заряжается этот конденсатор, заряжается, заряжается, и как только на нем напряжение доходит половины питающего напряжения, то состояние выхода микросхемы переключается, То есть открывается у нас другой транзистор, и коммутация на минус идет. В данном случае заряженный конденсатор, помним, здесь был плюс, здесь минус, заряженный конденсатор через данный резистор, опять же, и через открытый внутренний транзистор разряжается на минус. И как только напряжение на нем будет, половина питающего напряжения, только на этот раз со значком минуса, то, опять же, состояние выхода переключится, и так по кругу наша лампочка или любая другая нагрузка будет мигать. Значит, понятно, что чем меньше емкость данного конденсатора, тем выше выходная частота. Ну и, соответственно, естественно, резистор влияет на время заряда-разряда. То есть от этих компонентов, подбором этих компонентов, можно установить иную частоту. Казалось бы, данная схема работает. Сейчас давайте я подключу, покажу. Здесь важно не перепутать полярность питания. Я уже не помню, имеются у данной микросхемы подобные защиты, но в любом случае сейчас найти подобные оригинальные микросхемы довольно трудновато. То есть их можно, сколько хочешь, можно купить на Алиэкспресс, но вопрос именно в подлинности, не знаю, будут ли отрабатывать корректно защиты, непонятно. Вот работает наша лампочка, все четко переключается. Питающее напряжение я подал 12 вольт. Казалось бы, здесь мы имеем импульсный кратковременно повторяющийся режим работы, и микросхема не должна нагреваться. То есть это не линейный режим. На самом же деле, если мы посмотрим именно, что происходит с выходными импульсами, здесь частота достаточно низкая. Вот это хотел показать. Очень горячо стало. Дело в том, что именно в момент нарастания мы можем заметить то же самое по спаду. Если мы посмотрим именно на осциллограмму, то мы увидим, что именно время нарастания импульса достаточно большое. То есть именно этот участок является линейным участком. Здесь КПД как бы не будет очень большим. Микросхема нуждается в радиаторе, хотя и можно более мощные нагрузки без проблем подключать, но не больше максимально допустимого тока именно по потреблению 3,5 А. И необходимо учитывать, какая мощность выделяется на микросхеме. За этим тоже нужно следить. Так что радиатор нужно все же поставить. Давайте еще раз я вблизи данную микросхему покажу, точнее плату. Кстати, исполнений очень много. То есть есть версии с меньшим количеством резисторов, с большим количеством, прочие дополнительные компоненты. Здесь же мы имеем вот такую схему. Все очень просто. На всякий случай я печатную плату оставлю в описании. Может кому-то понадобится и соберет. Поэкспериментирует там с емкостью конденсаторов. Для всяких разных задач можно использовать эту штуку. В следующем же видеоролике я вам покажу мощный терморегулятор, термовыключатель на базе данной микросхемы. Еще мы, пожалуй, рассмотрим всякие лабораторные блоки питания с применением именно этой микросхемы. Все очень просто. То есть и лабораторный блок питания, и все, что можно собрать на одном канале операционного усилителя на базе данной микросхемы можно собирать. На этом, друзья, у меня все. Не забываем оценить данное видео, подписаться на иные мои ресурсы. Если вы ценитель коротких видеороликов, то можете также заценить мой тикток и шорты на этом канале. До новых встреч. Пока.